Наследие и подлинность Мода на редевелопмент, переделку старых территорий, пришла в Москву на рубеже 90-х-2000-х годов. В окрестностях Курского вокзала, единственного транзитного в Москве, таких территорий хоть отбавляй. Первыми сдались винзавод и артплей, это бывший завод-фанометр, дольше других держалась арма, которая получилась и лучше, и сохранней остальных. Но эти газгольдеры, в которых сейчас расположены галереи, магазинчики и различные офисы, конечно, хранят память об их суровом индустриальном прошлом. Московский газовый завод построили англичане еще в 1865 году, хотя очень многие европейцы предлагали городу свои услуги. Например, компания, которая принадлежала Вернеру фон Сименсу. Отсюда 3000 фонарей заставляли блистать всю Москву, писали даже в стихах. И лампы в фонарях дивились, как с просонок, на газовый рожок, как на небесный блеск. Ну, конечно, газовые фонари были по нашим временам довольно тусклыми и не шли ни в какое сравнение с электрическими. Но, тем не менее, пока не в Москву пришел саратовский газ, это случилось в 1940-е годы, на московских окраинах кое-где эти самые фонари продолжали оставаться. Газгольдеров, газхолдеров. Здесь всего 4, каждый из них высотой около 20 метров, а в диаметре получается целых 40. Перед революцией завод наконец-то достался городу. Здесь многое было реконструировано, перестроено и работал в том числе прославленный инженер Владимир Шухов. Он занимался в основном переделкой и строительством старых еще вот тех английских корпусов середины 19 века. Вообще здесь выпускали все, от газовых горелок до ручных гранат во время Первой мировой войны. Но время не стоит на месте. Еще по генплану Брежневскому 1971 года здесь собирались полностью выводить производство за пределы города. Потом перестройка, 90-е, было немного не до этого. И в итоге производство остановили только в 2002-м. И вот около 15 лет арма стояла в полуобшарпанном, но по-своему эстетичном состоянии. Пару лет назад здесь закончили наконец-то наводить лоск. Понимаете, в этом и прелесть промышленной архитектуры середины 19 века, потому что она совершенно не зависит от того, что творится вокруг. Сначала был газ, который пришел на смену лучинам, пришел на смену каким-то масляным фонарям. Потом электричество заменило все и вся. Но эти корпуса остались. Всего лишь нужно было придумать для них новое назначение. И архитектура зазвучала совершенно по-новому. И в этом принципе прелесть. Не нужно ничего сносить. Достаточно просто придумать новое содержание. Ну и, конечно, чтобы здание дождались или инвестор нашелся. Так получается не всегда, но здесь получилось. Редактор субтитров А.Семкин